я бы начал свой рассказ с более широкой картины вблизи израиля располагаются массивные тектонические плиты огромная евразийская плита которая захватывает как видите всю европу и дальше продолжается на восток африканская плита аравийская плита и меньше анатолийская это там где турция находится и эгейская эти плиты находятся во взаимном движении синими стрелками указаны направление их движения толщина стрелок пропорционально скорости и там где эти плиты сталкиваются наезжают друг на друга или наоборот расходятся расположены зоны сейсмической активность как мы видим и вблизи израиля в основном находится аравийская и африканская плита и так называемый сирийско-африканский разлом проходит по восточной границе израиля мы сейчас посмотрим на это более подробно секундочку переключить на следующий экран вот тут фрагмент от этой картинки взяты из википедии кстати из раздела который как раз эгейскую плиту описывает но как-то удачно что и мы попали в эту область вот опять же вот примерно здесь находится израиль и вот этот сирийско-африканский разлом между африканской и аравийской плитой и кроме того хорошо увидеть общую картину вы видите тут тоже стрелками показано движение плит но в отличие от предыдущей картинки эти стрелки указывают движение относительно африканской ли плиты и мы видим что например аравийская плита она вдоль смещается то есть мы хоть и находимся на разломе но относительное перемещение не самое большое а вот другие плиты они более агрессивно наезжают друг на друга если мы перейдем к следующему слайду вот то мы увидим зоны сейсмической активности вот на этой карте указано землетрясение вероятностью 10 процентов за 50 лет какие самые сильные могут быть землетрясения и сила землетрясения указана в единицах максимального ускорения метров в секунду в квадрате мы знаем что ускорение свободного падения это 9 и 8 метров в секунду в квадрате вот если ускорение при колебаниях почвы грунта будут 98 это наиболее разрушительные землетрясения часто бывает меньше это все еще очень сильное землетрясение и мы видим да что зоны землетрясения вот допустим красным коричневым они действительно примерно соответствует стыкам между плитами и ну израиль находится в такой розовой области мы видим вот тут максимальное ускорение землетрясениях там вероятностью 10 процентов за 50 лет у нас порядка 32 метров в секунду в квадрате это все еще довольно разрушительное землетрясение там соответствующих грубо говоря там 67 баллов но у наших соседей ситуация намного более тяжелая как мы видим тут вы вы видите на этой карте даже и грузии и армения показана и турция и кипра очень опасная область в израиле мы немножечко расхолаживаемся но раз в сто лет к сожалению трясет очень сильно и к этому надо быть готовым и и и и и и и